Всем привет! Это восьмой урок по программированию Roblox Studio. Я хочу рассказать о том, как можно запомнить положение всех ваших объектов на арене и восстановить эту арену после бомбежки. Например, вы делаете игру, в которой происходит бомбежка вот этой местности. Кучей-кучей-кучей бомб, все будет раскидано, все будет валяться. И вы хотите, чтобы каждые несколько минут арена очищалась и восстанавливалась, как вы нарисовали в редакторе. Игра заключается в том, что кто выживет дольше под этой бомбежкой. Ну и плюс мы изучим такие классные штуки, как вот эта папочка, где она тут называется, сервер-стораж, для чего она нужна. Изучим методы destroy и clone. Destroy вы, в принципе, уже видели в предыдущих уроках, что это такое для уничтожения деталей. Так, ну давайте попробуем запустим, посмотрим, что у меня здесь в заготовке сделано. Я сделал бомбочку, которая ничего не делает, просто взрывается. Так, ребята. Что-то она быстро взорвалась. Давайте посмотрим. Ну, конечно. Дело в том, что сервер вашей игры стартует мгновенно. А вот бомба взрывается еще до того, как я зайду в игру. Давайте я сделаю 7 секунд и мы сейчас посмотрим. Сейчас разберем подробно, что такое бомба. Сейчас пока еще не регенерация никакой. Вот, смотрим на нашу бомбу. Сейчас она взорвется. Бац! Так, давайте теперь посмотрим, как наша бомба работает. Кстати, смотрите, конура. Я ее поставил из тулбокса и пришлось у нее отключить энкор. Иначе при взрывах она бы не рушилась. Но авторы, которые эту вещь сделали, конуру собачью, они неправильно собрали деталь, неправильно склеивали. Ну, посмотрите мой урок про то, как соединять детали. Если вы правильно детали соединяете, то они держатся без энкора и очень классно взрываются, реалистично разлетаются от взрывов различных. Так, останавливаем. Смотрим на нашу бомбу. Вот эта бомба. Так, смотрим на ее скрипт. Ну, на бомбу я добавил эффект смок, дым. Смок у меня отключил, могу включить, видите, начинает дымить. Сразу все портит. Так, ну, размер можно уменьшить, чтобы не так сильно портил дым. Вот душечку поставлю. Все равно дым идет, поэтому я его отключил. Итак, смотрим скрипт, который я в бомбу добавил. Подождать 7 секунд. После этого увеличить размер нашей бомбы. Как я это делаю? Давайте сделаем попроще. Попроще, попонятнее. Опять урок, наверное, будет длинный, но полезный. Local. Bomb. Присвоить. Script.parent. И сейчас я везде заменю. Итак, скрипт разделен на две части. Первое, это то, что бомба ждет. Бомба ждет, она 7 секунд. Ладно, с первой строчки. Наверное, я уже 200 раз сказал, что такое script.parent. Script.parent, это получить родителя ссылку на ту папку, в которой лежит наш скрипт. А скрипт лежит в нашей детальке бомба. Деталька обычная бомба. Это я просто поставил деталь пластиковую, да, пластиковый, красный шар. Все, ничего тут, ничего не настраивал. Обычная деталька. Но я в нее добавил скрипт. Итак, теперь в переменной бомб у нас ссылка на нашу бомбу текущую. Ждем 7 секунд. После 7 секунд размер бомбы увеличиваем в полтора раза. Давайте посмотрим, как это происходит. Смотрим на нашу бомбу. Сейчас она... Оп. Видите, она чуть-чуть увеличилась и взорвалась. Отлично. Так. Хороший эффект. Вы его можете использовать где хотите. Значит, мы берем прям реальный размер нашей бомбы и умножаем его на полтора. Так что в полтора раза бомба становится. И в таком состоянии, увеличенном, как бы готовая к взрыву, она у нас находится 0,2 секунды. Ну, меньше секунды. В общем, 1,5 секунды находится. Дальше код создания взрыва. Создаю переменную explosion. Это взрыв. Создаю взрыв. Новый. Помните, как я создавал, когда мы строили пирамиду? Я с помощью instance new и в кавычках я писал part. Создать новую деталь. А в данном случае я создаю новый взрыв. И ссылку на этот взрыв, он, кстати, еще не взорвался. Пока я его не поместил в наш workspace, он где-то лежит и ждет, пока его поместят на workspace, чтобы взорваться. Следующей строчкой я родителям нашего взрыва, у него сейчас нет родителей, он создался где-то в пустоте, в космосе, его родителям, explosion.parent, делаю game workspace, где у нас все детали находятся. И объекты, и человек. После этой строчки, когда управление перейдет к серверу, то бомба будет взрываться. Explosion взорвется. Дальше. Нам нужно, если мы вот эту строчку не сделаем, то любая деталь, и деталь, и взрыв, и огонь, и так далее, они все создаются в центральной точке. Вот видите, где у нас оси координат. Вот именно здесь создается новый взрыв. Если я эту строчку не сделаю, вот эту вот строчку не сделаю, explosion position, не покажу, где же взорваться, по каким координатам, то он взорвется ровно в середине. Кстати, давайте это проверим. Запустим, посмотрим на нашу бомбу, и взорвемся. Классно. А почему? А потому что человек тоже по умолчанию, если вы спаун точку не делаете, он возникает по координатам 0, 0, 0. Так. Итак, а как я говорю взрыву, где появиться, где взрываться? А вначале, видите, я бомбу, нашу бомбу, я беру у бомбы позицию, позиция, это где она находится у нас в трехмерных, в наших координатах. Беру позицию нашей бомбы, не тот скрипт открываю, и присваиваю эту позицию, позицию нашего взрыва. Так что взрыв происходит на том месте, где бомба. После чего я бомбу уничтожаю. Чтобы уничтожить бомбу или любую деталь, нужно сослаться на эту деталь, game.workspace и так далее, путь до детали. Ну, в данном случае этот путь у нас уже есть, бомб. Двоеточие, destroy. Все, деталь исчезает, и исчезает все, что к ней было прикреплено. А в данном случае у нас прикреплен скрипт и smoke, дым. Так, ну я хочу, чтобы бомбы у нас не лежали, не лежали на земле и взрывались, а чтобы они случайно падали с неба. Как это сделать? Ну, нам нужно как-то заиметь тысячу бомб. Мне не хочется делать клонирование этих бомб. Я поэтому возьму нашу бомбу и помещу ее в папку server storage. Так, а как ее сделать? Вот так тащить, да, да. Server storage. Все, она, бомба исчезла с нашего игрового поля. Если я сейчас запущу, ничего не будет взрываться ни через 7 секунд, ни через сколько. Что же делать? Как нам бомбу эту получить из серверного хранилища? Сначала я расскажу. К бомбе мы еще вернемся. Я тебе расскажу, как я использую это серверное хранилище для того, чтобы сохранить все вот эти вот детали, которые у меня расставлены. Я создал папку map. Вы можете создать, в принципе, много папок, чтобы группировать нужные объекты вашего уровня. Это очень удобно. Мы можем открыть и посмотреть. Вот собачий домик. Вот какие-то колонны у меня. Не стал их переименовывать, потому что их слишком много. Это не важно. Что я делаю? Посмотрите. Стены окружающие, которые окружают наш уровень, они у меня на workspace, не в папке map. Я их не трогаю. Они бетонные, их взрывы не трогают. Пусть как стояли, так стоят. Итак, что мне нужно сделать? Мне нужно как-то взять и все вот эти вот детали внутри стен, все, что находится в папке map, куда-то сохранить, чтобы потом копировать. Вот как вы с флешки файл копируете бесконечное количество раз. Я хочу записать на так называемую флешку. В хранилище. В хранилище сервера. Здесь у меня уже хранится бомба. Но смотрите, если я сейчас перенесу эту мэп в сервер хранилища, то будет очень неудобно. Они, конечно, там есть, эти детальки, но я их не могу теперь посмотреть, не могу отредактировать. Это неудобно. В принципе, в играх можно так сделать. Так бы у меня код был бы проще, меньше строчек кода, который вы сейчас увидите. Давайте вернем эту карту на место. Workspace. Сохранимся. Что мне нужно сделать? Мне нужно эту карту map как-то скопировать в сервер storage. Давайте посмотрим теперь на скрипт. Это скрипт нашей бомбы. Давайте я его закрою, чтобы пока не отвлекаться. Вот у меня один скрипт есть. Так, что же мы делаем? Первая строчка. Я просто делаю короткий путь до нашей карты, чтобы не печатать каждый раз. Gameworkspace map. Итак, локальная переменная map. У меня там хранится эта папка map. И, соответственно, все, что в ней хранится. Ссылка. Далее. Родителям нашего мэпа, вот этой папки parent, я делаю сервер storage. Game. Server storage. Вот он. Что это означает? Вот эта команда, вторая строчка, после ее выполнения, вот эта карта перескакивает сюда. Server storage. Если я закомментирую вот эти строчки, то при запуске игры у меня все исчезнет. Вот посмотрите. Потому что все эти детали, все перепрыгнут на нашу флешку в сервер storage. Лоп. Видите, ничего нет. Безобразие. Нужно до того, как еще плеер появился, как-то с флешки, не стирая с флешки с нашей сервера storage, попытаться скопировать все обратно на наше поле. Итак, сначала давайте сделаем тоже в космосе, как мы делали взрыв, нигде. Мы сделаем в космосе висящие наши детали. Создаем переменную для этих деталей. Клон нашей карты. Local map clone я назвал. А ссылка, она работает. Ссылка на нашу карту, несмотря на то, что мы ее переместили. Она уже не GameWorks Space Map. Тем не менее, вот эта переменная все еще ссылается на нашу карту, которая сейчас спокойненько лежит в сервер storage. Что мы делаем? Не трогая сервер storage, мы говорим, создай клон того, что лежит в мапе. В сервер storage map. Так вы можете клонировать, кстати, и всяких зомби, всякие детали. Это как duplicate. Знаете, вот у нас работает Ctrl-D. Только это я делаю программно. Притом, когда я дублирую, все координаты остаются на месте. Все здоровье, все настройки, все остается на месте. Но, вот она лежит у нас где-то в переменной. Она, кстати, даже еще не в комнате. Она в переменной. Давайте теперь эту переменную поместим на workspace, на наше игровое поле. Вот это workspace, на котором baseplate лежит, наши стены и так далее. Что я делаю? Переменная, в которой у нас создана копия наших деталек с флешки, в родителя этой детали я присваиваю GameWorks Space. После выполнения этой строчки, все детали из космоса, из пустоты, где они были у нас, висели непонятно где, они все мгновенно возникают за долю секунды, за один кадр. Вы не успеваете заметить. Они возникают у нас на игровом поле. И давайте запустим и посмотрим. Да, мы даже не успеваем увидеть. Мы думаем, что они никуда не сохранялись на флешке. На самом деле, сейчас все происходит таким образом, что у нас сейчас вот эти детали здесь находятся, а их копия еще вот в сервере сторожа лежит. Так, давайте без бомб я пока сделаю игровой цикл. Игровой цикл будет, например, каждые 10 секунд. Давайте, чтобы быстрее, чтобы меньше нам ждать. Для отладки. Зачем нам ждать? Потом увеличим, если что. While True Делай End Так, что делать? Каждые 5 секунд мы будем уничтожать нашу карту клон. Мэп мы не трогаем, вот эту перемену, так как она у нас должна храниться во флешке. А зато мэп клон, мы можем с ним делать что угодно. Так. Так. Мэп клон Дестрой Дестрой скобка скобка. Давайте просто посмотрим. У нас сейчас не будет ничего восстанавливаться. У нас просто через 5 секунд уничтожится наш клон. Я толкнул детальку, а оно все исчезло. Я не виноват. Так. Как теперь сделать, чтобы через, например, секунду, через 2 секунды у нас все восстановилось? Мы просто можем вот эти вот строчки Мы эти строчки просто повторим. Создаем еще одну переменную. Видите, ту мы уже не трогаем. Можно local здесь убрать, потому что ту же самую переменную. Она у нас здесь уже объявилась. Да, она уже есть. Так. Нормально. Все вроде правильно. Ну, по идее, надо еще человечка, конечно. Ну, не человечка, а игроков сбрасывать на начало. Но, тем не менее. Клево, да? И причем любой сложности, какой бы уровень у вас бы не был нарисован, там с замками, с башнями какими-нибудь. Еще с чем-то. Все это хранится и потом расставляется на нужные места, как было в оригинале. Так. Давайте теперь сделаем... Давайте теперь сделаем... Чтобы наши бомбы... Ну, вот эти вот... Так как... А, кто нам мешает сделать еще один скрипт для бомб? Так. У нас будет один скрипт в сервис script-сервис. Мы его переименуем. Он у нас будет называться... Называться скрипт арена. И мы добавим еще один скрипт. Скрипт. И назовем его... Бомбы. Кстати, действительно, переименовывайте все скрипты, которые вы создаете сразу же. Тогда вам на этих вкладках сразу будет ясно, что это за скрипты. Давайте запустим и убедимся, что оба скрипта запустились. И у нас Hello World написался. Отлично. И арена, значит, исчезает и восстанавливает. И второй скрипт работает. Можно много-много скриптов здесь. Так. Давайте тогда арену я сейчас сделаю правильную. Итак. 60 секунд проходит. После этого все уничтожается. И создаем новую... Вот и все. Вот такой у нас скрипт. Восстанавливаем все. Итак. 60 секунд прошло. Стерли поврежденную карту. И сразу же клон карты оригинала. Опять в этот мап-клон записываем. И выставляем его с помощью этой строчки на игровое поле. И это я пока тестировать не буду. Потому что я думаю, что все это нормально работает. Давайте с бомбами разберемся. Итак. Бомбы. Здесь тоже у нас будет цикл бесконечный. В нормальной игре он не бесконечный должен быть. Он должен, например, считать, пока не остался один игрок. Чтобы ему вручить приз валюте в игровой или что-нибудь другое. While True. Про все эти привезы валюту это будут отдельные уроки маленькие. While True. Ждем одну секунду. И начинаем клонировать бомбы. Так. LocalBomb равно GameServerStorage. Называется там бомб. Теперь бомбу нашу. Клон нашей бомбочки. Выставляем. Position. И давайте позицию мы случайную сделаем. Случайную позицию. Чтобы эта позиция нашей бомбы была внутри этих стенок. Создаю какую-нибудь деталь. Это вам координаты 0,0. Позиция примерно 0,0. Двигаю вверх. Смотрю у меня координаты. Сколько там. Примерно 56. Минус 56. Если я вниз двигаю. Здесь будет по Z. Примерно тоже 54. Вправо двигаю по X. Вот здесь я смотрю. Понятно, да? Здесь я где-то 55. Здесь минус 56. Нормально. В общем, плюс-минус 50 у нас будут координаты. Деталь какую-то удаляю. Я ее для замеров использовал. Так. Позиция. Позиция бомбы у нас будет такая. Вектор 3. New. Math Random. Сначала X. Это значит, что по вот этой оси. От минус 50 до плюс 50. Минус 50. 50. По Y. Высота. Ну, давайте они будут у нас падать с высоты 100. Потом отрегулируем. 100 может быть это мало. Так. Ну и в глубину тоже будет. Плюс-минус 50. Глубина это имеется в виду вот туда-сюда. Вот здесь 0 у нас в середине. Сюда плюс 50. А сюда минус 50. Так. Смотрите пятый урок. 5а. По поводу координат. Чтобы не путаться. X, Y, Z. Так. Все. Отлично. У бомбы уже координаты есть. Она упадет потом сама. С высоты 100. Но эту бомбу нам нужно поместить. Куда? Правильно. На Workspace. Bomb. Parent. Родителям нашей бомбы, чтобы она у нас появилась, сделаем игровое поле. Игровое поле это у нас Game. Workspace. Так. Все ли верно? Сейчас будет, по-моему, бомбопад такой страшный, что я не знаю, как тут выжить. В принципе, очки я сейчас не буду подсчитывать в этом уроке. Так. Что-то он у меня ругается. Бомба. А что-то взорвалось, тем не менее. Так. Сервер Сторож. Точно. Бомбу-то я должен... Так. Останавливаем. Где у нас бомба? Бомбу надо клонировать. Да, ребят. Я взял единственная бомба. Помните, я вам говорил, что тысячу бомб наделать. Да, если бы я здесь надел тысячу бомб, я мог бы их так перетаскивать по одной. Получается, вот одну единственную бомбу я перетащил из хранилища, с флешки, и взорвал. Нужно не так делать. Нужно ее клонировать. Пусть она остается лежать в своем хранилище. А ее клон будет каждый раз создаваться новый. Вот сейчас будет бомбить. Так. Не высоковато ли они падают? И не долго ли они лежат? Я пытаюсь посчитать секунды, сколько надо. Два. Мне кажется, что надо секунды три с половиной примерно. Бомба. Так, меняем. Идем в скрипт нашей бомбы. Где она у нас бомба лежит? Вот здесь скрипт бомбочки. Не семь секунд ждать, а, допустим, три с половиной. Сейчас будет, наверное, быстрее взрываться. Так. И бомбы можно сделать не из пластика, чтобы они не скакали, вот как шары. Давайте сделаем их, не знаю, там, из бетона, что ли. Бомба. Материал. А, металл. Давайте металл. Или давайте ржавый металл. Где тут у нас растет? А, вот, коррозия металла. Ну, все, в принципе, урок готов. Меня так ни разу и не убило, потому что радиус взрыва тоже можно, кстати, настраивать. Опа, нормально. Ну, конечно, если ты сам. А, ну, давайте посмотрим. Раз в минуту у нас уровень должен восстанавливаться сам. Мы это, по-моему, не проверяли. Пусть сейчас пройдет минута. Ну, вы видите, как все тут порушилось. И бомбы можно сделать, чтобы взрывались чаще, чем... Да, уже три секунды я вижу для этих металлических бомб. Это... Долго. Можно сделать, чтобы они быстрее взрывались. Ну, давай, проходи уже минуты. Восстанавливайся уровень. О, все восстановилось. Отлично. Ну, в принципе, нужно еще и уничтожать бомбы. Ну, основная идея про сохранение, планирование и уничтожение у вас уже есть. Надеюсь, это вам пригодится. На этом заканчиваем урок. Вопросы, комментарии пишите в комментариях. Вопросы, комментарии, извините. Подписывайтесь там, звоночки, всем рассказывайте. Ну, все, пока. Слишком много. Три урока за один день. Обычно у меня скорость один урок в неделю. Так что на большее не рассчитывайте, ребята. И уроки должны быть по возрастающей. Так что, кто-то просит очень сложные вещи рассказать, но это будет нечестно перед теми, кто только начал учить и делать какие-то простые вещи в Роблоксе. Вот. Пусть все одновременно растут. Все, пока.